Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, давненько у нас не было тайного агента. Если вы этому рады, ребята, можем начать новый сезон обзоров по тайному агенту, потому что на самом деле есть что посмотреть, пообозревать и вместе с вами пообсуждать. Также в моем инстаграме, ребята, вышел проект Беременная в 16, американский сезон. Переходите по ссылке в описании в мой инстаграм, и если я увижу, что многие, многие хотят именно Беременная в 16, но в американский сезон, потому что на ютубе это не выходит, только в инстаграме, пишите там в инстаграме в комментариях, и только так я пойму, что вы хотите, потому что не так уж много людей, как я думал, оценили именно американский сезон Беременна в 16, хотя вот украинские и русские сезоны на моем ютубе реально заходили намного лучше, многие смотрели с радостью, поэтому вот мне нужно понимать, что мне делать с теми выпусками. Вот, если будет очень много людей, то с радостью буду выпускать в инстаграме новые выпуски. А мы, ребята, начинаем. Тайный агент. Детский сад. Поехали. Я знайшла в мереже шокуючие відео с дитячих садочків. А потом, знаете, говорят, а вы знаете, ваш ребёнок матюкається. Это всё из родителей, только из вашего дома такое идёт. А что, дети не рассказывают? Я хочу звати в дитячих садочків комфортні та безпечні для ваших дітей. Ого. Добрый день. Для этого я поработаю в садиках, и в государственных, и в частных. Узнаю всё изнутри. Вот это уже интересно, вы знаете. Я, честно, жопой чувствую, что в государственных будет такая лажа, честно. Вот без обид, но там и раз жопа. Хотя вот за частной, посмотрим. Но если в частных тоже жопа, тогда вопрос, куда ребёнка отдавать. Я же проведу собственное расследование и узнаю, чем на самом деле кормят ваших детей и как подходят к их развитию в детских садиках. Ну, это похоже на частный садик. Сегодня у таємному агенті. Лена, Лена, снимай! Садочки 21-го сторіччя. Дітям замість казачок читають рэп. Так, будешь на них собираться, что-то будете каточки слухать? И як малечи прививают любовь до алкоголю. Ну, как, ну, что? Вся правда про методы спривовання выхватили с детьми. Просто с детьми бухают на пару. А також, як у садочку морально калічить дітей. І як віддають їх до рук незнаёмців. А тут просто крёстная. Слушай, это не крёстная. То я начиняю. Это лайфхак, как можно спокойно спионерить ребёнка. А то крёстная была. Какая, блядь, крёстная. Я не знаю, я никому не отдавала. Бля, серьёзно? Отдать левому человеку? Я иду встраиваться на работу в садик нянечка. Жесть, реально так спионерить ребёнка вообще за два пальца. Сказать там, идём там, Валерка, я тебя маме отвезу. Не кажи дівчатам, що нема медичного опереді. А дівчата, вони хороші. Але нашу цякуму там знают. Жди, да, я віддала директору, що там ктось запитає. А що медсестра запитала? Медсестра, я медсестри скажу, що ти ведеш п'ять час роботи. Устроилась на должность нянечки в младшую групу, где деткам по два годика. В моя беззнасть входит уборка груп, кормить детей и помогать во всём воспитателю. Ну всё, к работе готова. Иду знакомиться с моей новой начальницей, с воспитательницей Аней. Аня, у вас ваше? Скільки тобі років? Два. А де ти вчишся, Ань? Некомо. І ти офіційно тут нормально влаштувалася? Слідь на діву медичний в сені. Интересно, у воспитательниці медицинская книжка так же, як і у мене? Типа є? Вітянечка теж сьогодні перший день на роботі. Хороший. Подождите, стоп. Що значить перший день на роботі? Воспитатель і помощник-воспитателю? Це як? С маленькими дітями? Дяка не кричала на дітей. Оно дуже спокійно с ними розмовляла. дети хотят кушать но анечка когда обед не знает пришла мне на помощь галина николаевна эта женщина проработала в этом же садике 30 лет воспитателем и потом ушла на пенсию и решила стать нянечкой она говорит идем за обедом я думала ну куда соседнюю дверь за обедом там садике кухня должна быть галина николаевна попросила меня взять с собой кулечки кастрюльку и лоточки и мы пошли на выход тут выходим из садика идем по 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 территории садика поднимаемся по каким-то убитым совершенно раздробленным ступенькам какие-то стены как после войны и приходим какой-то двери стоят тетки в куртках капюшона оказывается эта кухня в старом корпусе которая находится в этом же детском саду я говорю подождите это что другой садик нет это наш просто большой это два корпуса мне на самом деле такую практику в государственных садиках знаю что-то баба удивилась я вот реально так участвовал когда два разных здания думал что они вообще пошли куда-то на рынок еду покупать ну территория большая живем мажорно можем позволить себе в разных домах там ходить там у нас власть отдельный дом для сранья там у нас дом депутат депутата директора там у нас отдельная кухня кухни в новом януковича также было осталось в отдельном здании он закрыт теперь я понимаю зачем брала с собой кастрюльку здесь повара готовят и раздают еду в тару которую приносят с собой нянечки и чистоту посуды для еды здесь никто не контролирует я думала это шутка но нет повар реально складывает котлеты для детей в какой-то пакетик но мало что происхождение самого пакетика неизвестно или телевыми руками накладывает налива усвея буду на рассольник вытирала вот так руки чесала себе голову тут же этими руками берет эти горячие котлеты кидает пакет это все несет сидеть а мою коллегу тоже гигиена не беспокоит он берет эту кастрюлю с ростом и ставит на грязную ступень там ставить в свою клетчатую сумку в руках чайник с горячим чаем ну все едем кормить это ласта леда по государству через всю улицу и вот добираемся до группы и та же кастрюлька с рассольником еще недавно стоявшая на ступеньках отправляется на стол детям нормально так вкуснее не выдерживают делаю замечания по поводу грязной кастрюли на столе конечно ничего страшного если совсем наплевать на гигиену но все же мне интересно не опасно ли для детей такое отношение к их питанию я отдаю таня рассольник и жаркое которое приготовили детям на обед для лабораторных исследований да хотя вроде бы садик внутри еще не самый страшный который передал наш тайный агент с государственного детского сада мы сдавали вам на анализ рассольник только не видите что кишечная палочка два заразки было доставлено в нашей лаборатории фикированность результаты часто стоят за рассольник бактерии группы кишковой палочки это они не микроорганизм в том числе сальмонеллы мы взроску рассольника не выявили зато было перевищение загальной килькости микроорганизм сколько разив больше ниж сто раз это типа чтоб срачка нормальная была какие микроорганизмы ужасно поподробнее общее количество микроорганизмов это один из основных показателей в ходе санитарно-биологических исследований превышение говорит о том что в супе могут начать развиваться опасные инфекции стафилококк группа кишечной палочки и сальмонелла а что же в картошке с мясом а это грозит в будущем расстройством желудка а в некоторых случаях и отравлением вот к чему может привести перенос еды в пакетиках с одного помещения в другое вчера вечером не позвонили еще с одного государственного садика и пригласили поработать нянечкой ну что же посмотрю что происходит в других садиках столица текучка нянечек очень большая проводит заведующая анна андреевна но это по-моему очевидные вещи не обижать детей странно что об этом напоминают так и не сказав кто же ей попадался за все годы работы анна андреевна ведет знакомиться с коллективом она сейчас сказала что главное психиатра значит больные уже на голову там были не грубьянили значит детей там матом посылали и чё там еще что означало команда заведующий девчата мы не празднуемо я узнала чуть позже и даже ощутила на себе но сейчас не об этом пока знакомлюсь с коллективом это застенчивая женщина которая скромно жалуется на работу воспитатель я сильной группы и мой новый начальник светлана виктора а это активная женщина с хриплым голосом золотым зубом моя новая коллега нянечка вера она же и ведет меня на мое новое рабочее место в группу а эта женщина с командирским голосом воспитатель второй я сильной группы татьяна на несколько она мне уже не нравится нашей группы к себе ведь в нашей меняют окна время за 2 по 3 не все пришли на него вовремя и похоже эта девочка не особо и хотела мне тут не два года туго до 3 и это были не первые слезы детей никто не успокаивает все занимаются своими делами пока меня не удивляет ничего скажу честно вот такая вот ситуация то ну везде типа там крадите плачут и если ты еще номере новенький в группе тут это там вообще у вас истерика но посмотрим что будет дальше я не буду прям чересчур категоричен и типа бля ребенок плачет они подбежали ну типа бля ребята если вы знали сколько они зарабатывают я вообще не понимаю адекватному человеку то нужно очень любить детей чтобы идти вот работать в государственные вот такие вот структуры либо там уже что-то перить просто дети сами по себе света сидит в кабинете и вышла оттуда только через несколько часов ведь время уже обедать ну либо такая работа вот это вот руки на кулина руки на кулина а руки на кулина для того чтобы ребенок не борщ не разлил на себя или там суп не разлил но это же можно сказать ласково в армии и если у детей на обед борщ каша с котлетой и компот то воспитатели меню как оказалось отличается она больше похоже на запусть вот таня нарезает сало чеснок лучок и соленые огурчики они вместе кушают но зачем нянечка вера забрала у детей со стола чашечки мне дошло не сразу под соленые огурчики вера разливает явно не лимонад в чашки воспитательница уверенно наливает водку я вам скажу так ребят я теперь понимаю почему там прекрасно работают нянечки честно говоря я подумала в тот момент что на этом моя конспирация закончена но нет новых коллег это лишь повеселило им кажется море по колено а типа бля пухими воспитывать детей но уже через полчаса изрядно выпиши и воспитательный пуля бухущие бабы блюдите воспитывают маленьких это жесть какого это просто сниж тебя не слышно слышно в основном только меня но это введут детей на дневной сон на самом деле это пришла напарница татьяны вторая воспитательница и они все вместе перенесли свой банкетный стол в спальню детей присутствие детей опять никого не смущает и некоторые дети не спят а за всем этим наблюдают то есть они бухают вместе спящими детьми вот это кино бля более того компании присоединилась внучка одной из сотрудниц вечеринка увеличивает свои масштабы и не стесняются даже материться при детях вот реально какой нахрен тихий час сидят раз два три 4 5 баб бухают прям в комнате где должны дети спать мало того что при детях пьют еще и с ребенком на руках но верочке все равно она веселится эту вечеринку прерывает пробуждение детей и воспитательниц это не было там он стол стоял крики и моральное давление от воспитателей и нянечек дети просто я в шоке хочешь к маме ну скоро придет мама мы сейчас пойдем погуляем а мне папа ты поклатишь что-что ты ругаешь я уже не выдержал на самом деле я потом не удивляюсь почему у детей в детстве психика уже поломана бля это жесть какая-то то есть они просто там чувствуется в тюрьме все к маме хотят да конечно я бы тоже хотел бы слушать там дурдом какой то у тебя идут эти воспиталки я уже по-другому не могу их назвать просто воспиталки они идут я говорю что-то так дети расплакались потому что мы не ходим за ними они не боятся они сами выходят гуляют мы не за ручку не водим они каждый встал и пошло дети боятся меня а ваших криков унижений нет что можно сказать о человеке который на ребенка говорит о но детей понемногу начали забирать родители все дети поголовно те которые бежали к родителям они начинали плакать все расплакались это от радости пиздец я то бля сколько живу ну ребят ну я не думал что такая жопа наверное просто соскучилась эта девочка Ева бежит и говорит мама я не плакала я совсем не плакала а над ней издевались над этой Евы это Ева лично сидела за столом и ее уж вот так вот потряхили ты хочешь к маме? ты скоро придет мама мы сейчас пойдем погуляем бля жалко ребенка нахуй бля пиздец бля ребята бля ну я вроде пиздец бля да ты когда то все видишь бля ну пиздец просто бля че то я бля растрогался нахуй бля я выхожу с работы меня догоняет Вера у нас такие эмоциональные просто у нас просто такие да поробишь трошки так побачишь так не а как ты не отказалась пиздец бля вы че ребята бля мы уже в свет свет была тут даже вообще это ж не каждый день не нужно так просто мне интересно если в этом саду воспитатели очень халатно относятся к детям то кто тогда заботится о безопасности детей в садиках? у меня ощущение что малыши предоставлены сами себе неужели так везде? сейчас проверим частный садик бля ну если в частном такая жопа я вам говорю я херен ооо а я знаю одного из пацанов актеры мы выходим возле них воспитатель что-то на наше присутствие не реагирует пора обратить на себя внимание добрый день а вы не скажете у вас как в садике с охраной есть у нас он дворник этот бихалка как у вас с охраной бля у нас дворник он все в одном и охрана у Ася и камеры и вообще бля хер против него ооо есть кркости что посторонние 29 он у нас немало я у нас посторонние зашла спокойно ну, ну так что,us у нас посторонние не заходят так я зашла pen и что? если я даю вижу vapix А что она делает с песком? В полицию вызываем день через день. Спасибо вам большое. То есть, чтобы на чужих на территории сада отреагировали, нужно пить? Не вопрос. Усложняем эксперимент. В этом же садике достаем якобы алкоголь, хотя на самом деле в бутылках просто вода. Но это знаем только мы. Уже полчаса идет игра. Ребята якобы пьют. И все это в метре от детей. Но обещанной реакции от воспитателей нет. Придется снова обратить внимание на нарушителей. Сделаю вид, что я их не знаю. Всем на сладь. Скажите, пожалуйста, а хрена есть в вашем детском садике? Ну, смотрю, компания какая-то сидит просто. Нету? А как их выгнать? Не знаю, надо милицию выгнать. Или что, Мариночка, тихо. Или заведующий? Тибой зимой, жучки. Заведующий? Ну, короче, охраны нихрена нету. А вы не имеете права гонять? Часто ты походишь? Приходится гонять. Детки, пошли. Пошли. Я просто переживала, что они бегают. Один в пустыне забежал, а не хватит. Мы на колонне. Да, и девушка. Так, где ты, пешите? Ну, это, видно, такая пенсионерша воспитательница. После моей просьбы отреагировать, воспитательница решила сделать замечание ребятам. Ну, понятно, хорошо. Не, ну это проблема не воспитательница, на самом деле. Но мы все же реагируем и уходим. Продолжаю эксперимент. Отправляемся в следующий садик. Тут, дабы быстрее привлечь к себе внимание, будем вести себя очень шумно. К нашей минеральной воде добавляем еще и дискотеку. Они, типа, проверяют, выйдет ли кто-нибудь. А, мамка обратила внимание. Прошло уже 40 минут. Честно говоря, я уже устала засыпать. Ну, всем насрать. Спустя час свершилось. К нам идет охранник. А, есть охранник. То есть, видите? Вы слышите, что это детский садик? Да. Стараемся никому не мешать. К сожалению, заведующая у нас увидела. Здесь ее окна где-то выходят, да? А, если бы не увидела, сидели бы дальше. Ну, нет, мы даже ничего не ломаем. Не, не ломаемся мы там. Ребята на пивку клюбимся. А, если честно, это вообще не смешно. То есть, охранник все это время наблюдал за нашим весельем на площадке. Пока заведующий не пожаловался. И только то, что вы мешали заведующей, подняло его с рабочего места. А если заведующий не будет? А мы вечером, почему мы можем сюда прийти? Ну, тут будет ночной сторож. Ну, ладно, ребята, чтобы все было красиво. Что же получается? Попасть на территорию садика может кто угодно? Когда угодно и с какой угодно целью. О, это частный садик. О, это частный садик. А, необычный. О! Сегодня я спробую викрасти дитину. Буквально з руху вихователів. Аля Клесная? Я буду забирати вашего сина з дитячого садочка. Артурчику 6 років. Угу. Є у вас фото. Да. Зараз я покажу. Це Катерина. Жінка погодилась взяти участь у нашому експерименті. Її син зараз якраз у садочку. Ви нікого не попереджали, що сьогодні його буде забрати інша тетя? Ні. Нікого не попереджала. Тоді ви чекайте мене, а я пішла. Йду в садочок. Від мамы я лише дізналася, в якій групі перебуває її син. Пам'ятаю його обличчя, лише по фото, та знаю ім'я. А, фото даже не нужно. Мене також не знає. А, дитки, да, на улице. На улице. Артурчик, привет. Добрый день. Можете забрати? Я-то не против. Я там плиты маме принесла. Зачекайте, зараз піде ваш вихователь. Зачем? Вихователи іншої групи від дати Артура мені відмовились. Тож чекаю його вихователя і її довго немає. Ага, она втирається в довері. Ліза, Ліза, не поломай мені, дай сюди. Ліза, дай шо? Ну, ти поломай, щоб мені над... А ось вона. Чужая? Чужая тетя? Чужая тетя? Чужая тетя? Боя тетя? Я-то чужая. Чужая? Больший раз бачила. Я в нас полиція не искала. Хе-хе. Все, мы дали. У співробітниць садочка я саджу дитину в автомобіль і їду. Ось так абсолютно не напружуючись, буквально за дві хвилини я забрала чужу дитину з дитячого садочка. Ні, ну скажу так, я не спорю, що дитина там, в общем-то, там что-то сказали, там, типа, давай сейчас подіграем, мама твоя рядом і так далі. Ну, є же діти, которые, типа, ну, могу сказать, да, типа, я тебя знаю, там, ну, все, что угодно, это ж ребенок. Вихователька в мене спитала, ви, можливо, в йому чужая тетя? Я підтвердила, що так, жартома. І, як бачите, дитина у мене в авто. Ну що, Артур, поїхали кататись? Так! А тим часом мама, втюрая, зверяється за дитиною в садочок. За правилами нашого експерименту, жінка начебто не знає, що її дитину хтось забрав. Цікаво, якими будуть дії співробітників, коли вони зрозуміють, що віддали дитину чужій людині. Оксана Іванівна – вихователь Артура. Саме та, яка відпустила дитину з чужою людиною. Здається, до вихователів почало доходити. Дитину щойно викрали. Цікаво, які її дії далі? Ніхто в ментовку не звонить, да? А дитина в мене вже хвилин так двадцять. Та діяти треба. У вас або вихователі щойно трапилось. Та діяти, а не жувати гунку та стояти як вкопаним. Але останнє запитання виховательки до мами просто добило мене. Що там може бути? Ви не знаєте, хто там може бути? Не знаю. Перед вами стоїть мати, у якої щойно з вашої згоди викрали дитину. І ви питаєте, хто це міг бути? Вихователька вийшла на вулицю, знову просто стоїть. Ця бездія мені вже набридла. І тут тепер я. Час розібратися з цими виховательками. О, Артурчик! Опа, сьомочна група. Чекайте, чекайте, чекайте. Ви мені віддали дитину. Правильно? Чому в мене не спитали жодного документу, не спитали хто? Просто віддали мені чужу дитину. Цього не було? Вихователька просто йде геть, намагаюся її зупинити. Я, коли Артура забирає хто-то чужой, я дзвоню і кажу, Оксана Івановна, Ольга Івановна, Артура заберет дедушка, бабушка, дядя, тетя. У нас, коли влаштовуються до садочку, пишуть, хто має право забирати дитину. До всіх садочків пишуть. До вашого пишуть? Добре. Кого вказала Катерина? О, не знаю, не вказувало, я не бачила заяву. Добре, значить, тоді має право забирати лише вона. Хто я? Як мене звати? Я не знаю, як це звати. Правильно. А ви віддали мені цю дитину? Як би мама, якби я вважала дітей, потім шукала цього хлопчика? Якось би шукали. Якось шукали? Це що за відповідь? Жінка взагалі не розуміє, що за те, що вихователь віддає дитину чужій людині, може загрожувати цивільна відповідальність. Може хтось з керівництва мене почує? Ну, штрафнути, або посадити можу, так? Завідувача, хто є старший на місці? На місці вже немає нікого. Вихователька номеру свого керівництва так і не дала, але з кимось довго говорить по телефону. Я вже чекати не хочу, і ду до вихователя, жінка в сльозах. У мене відбувається ситуація вперше в житті? Правильно. Слава Богу, що вперше і останнє сподіваємось. А хто у вас підставив? Вибачте, хто? Я так зрозуміла, мама Катя вирішила приєднути. Чому тут мама Катя? Ви намагаєтеся знайти винну замість тому, щоб просто змінити своє ставлення до того, що ви доділили? Я своє ставлення змінила. Вибачте, це мама. Що не можна? От я би на вашому місці зараз не шукала проблеми мами. Просто ви неправильно зробили. Я не шукала проблеми. Чому одразу зло? Чому вона? Ніхто не хотів іменно вас. Ми вас перший раз в житті бачили. Баба нажала і ставить. Я зрозуміла, це була моя вина. Я зробила неправильно. Ну і все, при чому тут мама? Нарешті до садочку приїхало керівництво. Методист Світлана Іванівна. Пояснює їй, що трапилось. Я хочу сказати, що вихователь не розібравшись ситуації зробила дуже велику помилу. Я хочу маму власнути про бачення. Цього, я надію, більше не трапиться. Це для нас великий уголок. Сподіваюся, наш експеримент змінить ставлення працівників в цьому садочку. Именно в этом може бути, так. Давайте частний садик. Я жду частний садик. Сейчас 7.30 утра і я йду на роботу. Ну а я повернусь в садик, де воспитатели п'ють при дітях. У нас снова две групи діток в одной. І утро починається з дискотеки. Для дітей подобран особий репертуар. Че, нормальна музика? Ось проти цієї музики нічого не маю проти. Пока музика отвлікає дітей, мої колеги наминають супчик. Вера каже, там ми після вчорашнього це день вчителя були. То ми субі так погуляли нормально. То зараз хочеться гараченько. Красота. После утренней дискотеки... А, то праздник день учителя был. Так, ну... День учителя, ребят, святой. Извините, можно и в садике побухать. Ми. Давай. Вера, а кто разрешала брать фломастер? Дай сюда. Ну, сипадки. Вилана, тетя сказала, нельзя трогать. Щас буде вся хата вплысана. Вера, силы наливай, швидко. Фломастеры Таня забрала. За стол детей усадила. Но не всех. Только свою группу. Таня, мы идемемо малю. Малю, Света. Мы будем рисовать. Пошли. Ева, поглядите, дайте-нибудь. Ева. Що буду делать? Вы малюйте. Здрасьте. У нас занятия малювали. А я просто. Света, не волучи голову. Я не малюй точно. Не надо нам малювать уже. Ваши на тему усили. Слизь. Давай ногу. Не надо. Я не буду с вашими рисовать. Света хотела просто отдать свою группу Тане, чтобы та порисовала и с ними. Но не вышло. И судя по Таниной реакции, Света пытается скинуть на нее своих детей не впервые. Вечно зипре на мене все. Бочку всю. И таки не ходи. Позову руками. Но в этот раз Таня пошла на принцип и устроила разборки со Светой прямо при детях. Света, мы сейчас рисуем. Света. Я рисую. Что? Жарко рачей. Я сейчас повыкручиваю. Мы сейчас рисуем. Забирайте детей. Смотри, гуляют и забирают. Нет. Из этого уху. Да там срачи. Нема срачей. И глянь. Дай мне поскольку так. Остань. Нема срачей. Страшно. Так. Это уху. Нет. Да. Значит и нашу тоже не прыгают. Она убирает. Противостояние воспитательниц закончилось тем, что дети с группы Светы, сидя за пустым столом. Реально они рисуют. Я смотрю, прям вообще развлечение ребята полным ходом. Наблюдали, как дети с Таниной группы рисуют. Кто рисует? Когда Света наконец-то созрела, и с нее снизошло выполнить свою прямую обязанность побыть с детьми, насела им читать сказку. Я уже думала, ну слава Богу, что хоть что-то хорошее. Хоть как-то этих детей займут. Я рисила, яйки бедон шила. Еще раз метала. Пекла колобок, поклала на ветни. Ну, еще читать не еду. Ну, вы знаете. Дай мне так много. Я даже не знаю, смешно это или нет. Но попытку почитать детям сказку прерывает коллега с новостями. Ну, здрасьте. Поздравляйте меня. Ну, чуть не плачет их. Галяня. И кто? Яночка? Виктория. Великоле. И сегодня у вас столько лет. Он одинокрит сегодня. Ой-ой-ой. Короче, я понял, кто-то родил. Бля, наливай. А бабушка стала все беленочкой. Ира, не рассказывай. Галя, ты знаешь. Рассказывай. О, конечно, рождение внучки-коллеги для Светы намного интереснее, чем занятия с детьми. Вам скучно? Прещай. Прещай. Сказку вам не читаю. Какие вы можете сказать? Двидесят два. А, здесь это объект. Придвесть. О, хорошенько. От скуки дети начали болтать и крутиться. Но Танечка быстро всех поставила на место. Аксин? 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 А кто там открывает? Аксин? 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 Равно злая баба. Вот, знаете, вот смотришь на лицо человека? Пиз... Неприятный человек. Просто калечат. Им не дают разговаривать. Они начинают между собой щебетать. Они начинают, ну, как-то повизгивать, покрикивать, смеяться. Их тут же затыкают. Там одно правило. Должно быть тихо. И дети должны сидеть вот так вот за столами и за стульями. Так, рот на замочек. И ключик в карман. А ну-ка тихенько. Закрывал. Вот так ручкой. И ключ в карман положить. Вот так. И в карман. Есть карман. А я же карманчика не могу. Парень, седай. Ну, карманчик. Были всегда приказы. А ну, граемось тихенько. А ну, все на колымок. А ну, ротик на замочек, ключик в карманчик. Вот это я как вспомнил со своего детства. Я понимаю, что в этой системе вообще ничего не было. Бля, та же хрень была. Я тоже такое помню. Продолжается чтение сказки. Вашему вниманию сказка Теремок. В исполнении Светы. Ну, не настолько, по-моему, жестко все было. Хотя... Я, возможно, плохо помню. Я вас, возможно, плохо помню. Сейчас будем нагреть, сбираться, отсюда, хочет раточку слухать? Вы что-то поняли из того, что прочла Света? Сейчас будем нагреть, сбираться, отсюда, хочет раточку слухать? Я, нет. Что говорить о детях? Понятно, почему они крутятся. Интересно просто. Даша, ты не соважаешь. Кто в Теремку живе? Мы, мышцы Батушка и Рака Света тут. Кирилл! 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 Живе! Кто в Теремку живе? У меня даже рот так не поворачивает, язык не поворачивает. Теремок закончился. Следующий... Это новый язык. Живе! Это французский. Живе де пыжме. Сказка для деток. Колобок. Баба на виду пилопичей зависела яйцем горошком. Я там не умела, а так звать. Назметала, спекала колобок, поклала на ликвид шокности. А он из окна на припуски, на землю. Та и побег собі дорогу. Вот тоже пишут эти сами, побег. Он так. Как можно колобок побегти? Кирилл круглый побег. Ну честно, она читать в таком возрасте хрюново умеет. Покатись, можно не побег. Попелок. Попелок. О, нет. Ох! 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 Вот это воспитатели. Звонок телефона стал буквально спасением для Светы, чтобы не продолжать читать детям. Так она проболтала еще минут двадцать. И как раз уже время приблизилось ко сну. Я думала, может хоть час сказку почитала. Хоть час. Ну Света не смогла почитать. Ну Вера ее подколола. А ты что читать умеешь? Ну хоть час сядет Таня и прочитает сказку. Потому что детям перед сном читают сказку. Знаешь, что сказала? Таня. Что? Мы забираем глазки? И с ты. У меня сказку тоже никто не читал перед сном. Иконочку смотрите на ялинку. Зато Таня вечером очень тщательно заполняла журнал методический свой. Про то, как вона виховывает детей, какие в них планы на сегодня были, какие развивающие игры в них были. Ничего с детьми не проводилось. Проверка частного садика? Сейчас я проверю еще один из новых дитячих садочков. Приватные. Потому что за них, как правило, батьки сплачут чималенькие суммы. И знаю, что они получают за эти деньги. И что будет для послуг VIP садочков. Это очень интересно. Это адресу садочку, который позиционирует себя как заклад домашнего типа. Сейчас такого типа садочки на пеку популярности. За легендой, хочу влаштовать в такой садочке сын... Подождите, стоп. Честный садик это не Васе не принести ребенка в дом Бабы Гали, который зарабатывает. Вы можете проверить нормальный частный садик? Что это? На то ж переверю, что обещает матуся. На перший взгляд звичайный дверь. Дзвоню у ворота, пускают. Ладно. Но я тут, честно, не жду чего-то хорошего тоже. А от всередині вже інший вигляд. Пластиковые гирки, гойдолки та маленькие деревьяные будиночки. Ну все как-то очень мало места. Здравствуйте. Вы тут классно? Да. Вы хотите идти на контактный телевизор? Да. Ольга виявилась директором закладу. Та одразу прийнялась за экскурсию. Это у нас тут только-только покушали детки. Ага. И вот сейчас наш супер убирают по соду. Все прибирают, готовим все свеженькое. Каждый день все приготовляем. Вот дети по группам здесь кушают. Каждый день у нас там мяско, кроли, бурец. Вот у нас какое-то меню, смотрите. Так. Меню мне вразило. Там млинцы с сиром, овочевые и фруктовые салаты, отбивные. Да, может быть, это на самом деле меню. Даже крем-суп есть. Хм, неплохо. Так, чисто для людей. Ой. Вот эта игровая, еще одна самая-самая крошка здесь занимается, что не успели игрушечки послаживать. Дві игровые комнаты, дві спальни. Все справедливо, как дома. Ванна-кімната хочешь за тесна, но чиста. В полотенчике у каждого ног. Свейдер более для малышей. Короче, есть частный дом, который переделали якобы в садик. В полотенчике для рук. Для лица, вот у нас уже. Щас я з рушниками нічого не зрозуміла. Чи в кожного він свій? Який для обличчя? Який для рук? Там один общий. Я директор не дала можливості розібратися. Попросила договорити на вулиці. У нас все очень строго. С воспитателями все строго. Чтобы работал так механизм, работа сложная. Хм, про вихователев я у директора не питала, но, якщо зайшла така тема, дізнаюсь детальнейше. Тобто там будь-яка дівчина з вулиці не може прийти влаштуватися на работу. Все с высшим образованием, все с высшим обязательно. А у світа, яка обов'язкова будет? Педагогическое, дошкольное. У нас проходит... Ооо, короче, я пол. Щас кого-то примут нахрен с улицы без образования и так далее. Хотя у нас высшого самая лучшая. У нас вообще педагогическое. Угу. А якусь там, я не знаю, информацию збираете про тех людей, которые приходят влаштоватись? Ну, например, попередню. Там, в місце работы або там, яка психологична... Я думаю, что она, короче, сейчас это говорит тогда, когда уже кое-кто устроенный. Нормально, я так смотрю за окном, а бутылки шампанского стоят. Посмотрите просто. В детском садике бухло стоит. Это нормально. Цікавная нервовая система, чи не? Да, конечно, конечно. Мы звоним там, обзваниваем. Даже если нам не получается позвониться, мы приезжаем. Если то в Ким, мы приезжаем. Меню тут ресторанного рівня. В будиночку тепло та затишно. Да, меню ресторанного. Давайте, я уже готов. Новый садочок найкращий для сучасного малюка. А коштует он 6 тысяч гривен на месяц. Ну... Обещать родителям можно все, что угодно, но... Сколько стоит? Шесть тысяч гривен в месяц? Вот это вот? А доробла в ше... Как тут насправде? Відправляю нашого таєнного агента у розвитку. Я иду в приватный садик. Как же его еще найти? Иду. Прихожу. Обычный частный жилой дом. Ну, думаю, это такой креатив. Прихожу. 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 Не, вы можете разбиваться здесь и вот сюда в шкафчик курточку ездить. А, то есть приняли хрен пойми кого, да? Только ей директор. Это та самая Ольга, которая проводила экскурсию Кате. Директору, кстати, всего 24 года. Неплохой карьерный рост. Кстати, о карьере. Для меня директор обрисовала тоже неплохие перспективы. Справитесь хорошо с нянечкой. Будет у нас такое повышение. Воспитателем станет. Были девочки. Я у меня не работала. Очень все классно выполняла. Стала воспитателем. Потом стала методистом. Потом она забеременела. Сейчас декретит. Ну, воспитателем там уже нужно образование другое. Да, школьное образование. Да. Это все, знаете, как бы практика. Угу. Практика. Погодите. То есть специальное образование здесь играет не главную роль. Вообще насрать. А ведь Кате перед этим рассказывали обратное. А у Светы, я каубой, здесь каубой. Педагогическое. Это школьное. Но для родителей здесь создают видимость не только квалифицированных воспитателей, но и игра на камеру тоже важна. У нас вот везде видеокамерсы. То есть это для родителей. Станавливаем видеонаблюдение. Родители всегда смотрят в онлайн-режиме. Что делать при этом. То есть вам нужно всегда на камеру наулыбаться, быть активной. Ну да, за 6 тысяч гривен в месяц. С хрена ли не посмотреть, как мой ребенок там что-то делает. Эта баба. Дети, вы дебилы. А ну идите сюда. Сейчас вам посраки надою. Родители смотрят, родители звонят. Почему воспитатель там не улыбается, еще что-то. Родители у нас такие привилетели. Оно и не странно. Ведь родители за пребывание ребенка в этом частном садике платят около 6 тысяч гривен в месяц. Это бешеные бабки, ребята. Мы там смотрели, есть офигенные частные садики, чуть ли не как для депутатов бляха-муха. И там тоже такие цены. Но я бы не сказал, что здесь прям как-то это. При этом обещают должный уход, развитие и питание ресторанного уровня. Но проверим, так ли это. Для начала знакомлюсь с коллегами. Ира. Да, Ира. А это девочка что-то у вас с вами? Вероника. Вероника. Она? Вы воспитатель. И вы воспитатель. И она воспитатель. Очень молодая. Вам по сколько? Вы 19 или 19? Она 19. 19. Ну только после колледжа у нее стекли. Хорошо. Мы учимся вместе с детьми. Это Ирочка. Ей 19. И она еще учится на третьем курсе. Она в высшем образовании. А это ее коллега Вероника. Тоже еще студентка. Но ведь как говорила директор о работе в этом саду. Все приходит с практикой. Нравится вам? Да. Маленькие очень дети. Я пока еще пугаюсь. Я пока не нашла ничего. Это очень хорошо. Но главное, что Ирочка улыбается. И предупреждает меня о том, как правильно себя вести в садике. Тоже улыбайся. Каждое время я отпускаю с камерой. Где на детях нельзя. Прикричали. А я кричала? Резкие. Вообще, резкие движения. Я просто говорю, чтобы вы знали. И нельзя там сказать, чтобы они дрались. А где же здесь камера? Нет. Нет. Это хорошо или плохо, что ты здесь камера? Я не понимаю. Я чувствую себя в мирского. С детками нужно быть аккуратнее. Не брошь. Для этого тригера ты родительница. А камеры со звуком? Хотя камеры не везде. В некоторых комнатах воспитательницы имеют возможность избавиться от ощущения, что за ними следят. Кухня. В коридоре, в кухне нет. Потом, когда дети спят, мы спокойно себе ходим по кухню. Кроме игровых комнат. А пока воспитатели в группе, они лучше аниматоров. И прыгают, и танцуют. То есть, по камерам не видно, что детям готовят. По факту. Ну, то есть... Зарядку. 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 Не, ну якобы лучше, чем в государственном садике. Но я бы не сказал, что стоит таких бабок. Но хочу сказать, что боязнь перед тем, что родители увидят неулыбающихся и неактивных воспитателей, делает свое дело. Дети довольны и хохочут. Будем приехать сюда? Остой. Не это ли главное, чтобы ребенок был счастливым, даже несмотря на неопытность воспитателей? Да, главное. Но вскоре весь мой восторг от этого детского садика улетучился. Все началось с кухни. О, давайте. А что это за супчик? Борщ? Хочешь? Это говорит повар Наталья. Еще недавно она работала уборщицей, а уже выросла до повара. Курьерный рост? Вот эту светлую воду с картошкой она называет борщом. А чем их сегодня кормят вечером? Вермишелье с нас съесть. На ужин действительно были огурцы. На самом деле, вот такая вот горсточка сухой вермишели, где нет вообще мяса, ни запаха, ни вкуса, ни цвета. И вот такой вот маленький ластик огурчик. Это называется салат. Говорили вермишелька с мясом. Филейшку маленькую покупает хозяйка. На всех. На всех. Да, тут Наташа и так, не привозки приносит филейку, блин, вот такой вот кусочек, и за то, что хочешь. Каждый день у нас там мяско, кроли-бурец. Вот у нас как-то. Мяско у нас там это, блядь, салат по-французски, блядь, вот, видишь, и за это еще такие бабки платить, блядь. Такой вот мини, смотрите. Но теперь понятно, почему борщ похож на суп, а вермишель без мяса. Филейки на всех не хватило. И во всех грехах мои коллеги обвиняют хозяйку садика. На экономию жестко. Да, у нас. Василий фиговый, реально фиговый. Он остается вот на руках. Весь. Позвью, тут покраска остается. Пожаловались на хозяйку и отправились заниматься детьми. Все мило улыбаются. Камеры ведь еще работают. Родители бдят. Но вот Ирочка наконец-то в глухой зоне, где камер нет. В ванной нужно помыть ребенка. И холодная, страшно холодная. Прямо ледяная пошла. И я понимаю, что вода холодная. Ребенок начинает плакать. Я говорю, э-э-э, вода холодная. Она говорит, да это, наверное, на кухне воду включили. Есть? Ира сначала поставила годовалого ребенка босиком на холодный пол. Хотя сама в носках. Тут же поставила в холодную ванну и включила холодную воду. Но тут же опыта не нужно, чтобы понять. Это же ребенок. И ему просто холодно. Помыла этого ребенка. Говорит, Лен, подай полотенце. Я говорю, а какое? А полотенце всего? Насрать. Песочного цвета и розовенькое такое. Она говорит, да вот розовенькое. Я ей подаю, она вытирает. Ой, какой-то хлест. А чем вытирает? Все, все, все. Ну да, ребенок маленький. Это всех этим полотенцем. Ну да, попу всем вытирать. Вон личико можно, вот этим вот ручки. Розовая для поп. Вытирает поп, там все вытирает. То есть нахрен одним полотенцем все жопы вытирали. А это лицо. Руки лицо. Не проходит минуты, забегает шестилетний ребенок или пятилетний. Бля, только не говорите, что тот, что вытирали жопу, будет лицо вытирать. Пожалуйста. Седний ребенок. Моет руки. Идем вытирать. Ира вытирает ребенку руки тем самым полотенцем, которым только что вытирала попу ребенка. То есть это было только сказано для меня. Ну вот это попу. Там 30 детей в садике и два полотенца. Хороший частный. Ну это не садик, хрен пойми шо, но стоит как садик частный, дорогой. Чему именно так, спрашиваю Ирочку. Мы не следим за этим. Если есть, мы говорим родителям. Вот. Ну, в принципе, это не наши, да. Так, а чьи? Сотрудники садика несут ответственность за ребенка, не так ли? Как раз пришла хозяйка садика, Ольга. Да. Спросила у нее. Но ответ был неожиданным. У нас нет лицензии, мы об этом открыто говорим. Она как приватный будинок. А если лицензии нет, то работает домашний садик нелегально. Поэтому перед законом за вашего ребенка никто не несет ответственность. То есть по факту вообще просто привели туда ребенка кому-то в гости. И там вообще никто не работает. Тут понятно почему-то 19 лет какие-то там ссыкухи поприходили, они учатся и тому подобное. Нет у нас возможности получить лицензию. Потому что для того, чтобы получить лицензию, у нас должно быть разрешение санэпидемстанции. Для того, чтобы у нас было разрешение санэпидемстанции, у нас должно быть как минимум 4 цеха. Это горячий цех, холодный цех, мясной, рыбный, 250 холодильников. Мы детский садик домашнего типа. То есть у нас кухня как у вас дома, как у меня дома, да. То есть вот она домашняя. Работаем вот так уже 10 лет. К сожалению, у нас такое государство. А у тебя уже так 10 лет работают? Ааа, я понял. А як щодо садочків домашнего типу, які знаходяться просто в квартирах? Зараз вони мають не меншу популярность. Та чи законні вони? Перевірю. Добрый день, а вы не подкажете дитячий садочок десь тут мае бути? В цьому подъезде на третьем поле. Ну а хорошие вы и відгуки, ничего не слышали? Ну, мне то, что оно в квартире, в жилемо будинке, то это уже не есть садочок дитячий. Все четырехкімнатная квартира и там три лупы по... Ага. Добрый день, а можно про садочок дізнаться? Я знову в роли Матусі, яка начебто шукає садочок для сина. Придивляюся. Завичайно, четырехкімнатная квартира, дві спальни, туалет та коридор. Навіть є маленькая гральна кімната. А что с документами? Из договора мы с вами оформляем, там какие документы от вас нужно? Так, только договор. Договор мы тоже не требуем, а просто хворих детей не принимаем. А как вы узнаете, больной ребенок или не больной? Например, там какие-то патологи у детей, что-то заразное, как все выявить. Так, не застрахованный. Но я хочу, чтобы у меня была гарантия, что моя дитина не подхопит якусь болячку, хотя бы в садочку. Хай он и квартирного типа. Разумею, что другая мама может привезти дитину на гепатит. Ніхто не будет знать, что на гепатит, вибачте, а будет есть из одной тарифки. Ну просто без того плану, что никто от этого не застраховывается. Сейчас эти доведки купуют, и их можно купить без... Ну это правда, ладно. Если человеку нужно попасть в садок, то она может привезти и купить эту доведку. Это правда. За здоровье и безопасность вашей дитини, ответственность никто не несет. Лицензии также не имеют. И даже квартира чужая. Это оренда квартиры. Можливо, будет какой-то перевез. Но это будет в этом районе недалеко. Но на данный момент не планируется. Отже, если вы отдаете дитину в садочек домашнего типа, там будь-який приватный, переверяете все документы. Адже, отсутствие лицензии в садочках говорит про то, что ни за безопасность, ни за здоровье вашей дитини... Я думаю, просто они, наверное, не смогли оформить ребенка в какой-то прям частный-частный-частный-частный садик. Либо там устроиться. Потому что там возможно... Почему-то мне такое ощущение, что там принимают как раз вот нормальных. Вот что мы увидели? Мы увидели государственный, полная жопа. Мы увидели, Вася, дом и квартиру, который вообще садиком тоже не назовешь. А вот где частный садик? Вот реально тот, который, ого-го, не показали. А я думаю, хотели, но не смогли. Первое, не смогли там устроиться на работу, потому что реально там нанимают кого-то. Второе, это не так просто пропасть. Ну, мне так кажется. Я бы хотел увидеть такой садик, но... Может быть, в новых сезонах будет. Ну, а я пойду проверю изнутри, как работает частный садик, который имеет лицензию, а значит... А, простите, очень рано. ...работает законно. Для начала осмотрю территорию. Это какой-то загородный замок с колоннами... Что значит, человек, а ты зарано делаешь выводы? А что же внутри садика? И особенно меня интересует ванная комната. А как здесь с чистотой? Здесь. Элитно? Мою мини-экскурсию по садику прерывает директор Елена Павловна. Она приглашает всех воспитателей и нянечек перед приходом детей в садик на утреннее собрание, чтобы представить меня коллективу. Вот это честь! Павловна. Она, покажу, что ты. Она нашла. Дивиться, куда она произошла сначала, да? От своей стены. В этом день, да, берите какие-то детки, какие-то красивые, да? После знакомства меня приставили работать к воспитательнице Ирине. С ней же мы покормили детей и затем привели на улицу, на прогулку. Знакомимся поближе. Что вам нравится из классики? Ого! Вопрос! Я прямо не ожидала. Оказалось, Ира выросла в очень интеллигентной семье. Мама – скрипачка, папа – декан в институте. Сама Ира 10 лет преподавала в институте. Вот это я понимаю – воспитатель детского сада. Мальчиком не стукайте, девочка. Аккуратно, девочка. Пришло время дневного сна. Интересно, а как же здесь читают детям сказку? А когда она дневнулась, что у короля, у короля его мотива северника, из червенной волисти, он подойдет в данный момент из палачи. Грамотный персонал подбирает руководство. Они все относятся как-то по-доброму к детям. Такой садик стоит совсем недешево – 8000 гривен в месяц. Понятно, опять же камеры… Не, ну слушайте, то, что мы показали за 6 на хате, и то, что здесь за 8… Но камера звука не передает. Но не кричат. Они этих детей просто холят и лелеят. Поэтому, чтобы ваших детей уважали, развивали и не давили на них морально… Зарабатывайте до хрена! Берите кредиты, иначе ваш ребенок вырастет немного дерганым. Придется заплатить немалую сумму. Поработав нянечкой в детском садике, я поражена подходом к воспитанию и уходу за детьми. Для воспитательниц важно, чтобы родители были довольны, а на детей им глубоко наплевать. Но мы забываем о главном, что самые тяжелые психологические травмы родом из детства. Ну чё, ребят, вот мы подошли к концу. Какой можно сделать вывод, бля? Зарабатывайте бабки, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был в нормальном частном садике. Вот то, что я хотел в конце сказать. Покажите какую-то часть… Ну, нормальный. Вот, сами сказали. Да, офигенно всё. Да, стоит 8 тысяч. Слушайте, то, что нам показали за 6, вот тот дом непонятный, халупу вообще, там жопа была. Частный садик обычный тоже… Ой, частный, господи, государственный. Та же жопа. Короче, ребят, с радостью почитаю ваши комментарии. Зарабатывайте бабосики. Пусть всё будет хорошо. Пусть ваши дети, будущее нынешние, никогда это… Не было проблем у них. С вами был Андрей Чент. Подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на канал моей жены. Ссылочка находится в описании. Там выпускаем мы каждый день через день вложек из нашей жизни. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok